Что такое победа и восстановление суверенитета национального свадьба? Это решение источника власти о смене власти. Кто у нас единственный источник власти? Вот я читаю просто в Конституции. Так, читаю в Конституции. Статья 3, пункт 1. Носителем суверенитета и единственным источником власти является ее многонациональный народ. Народ реализует свою власть через референдумы. Ну и выборы. Но выборы это не изменение формата власти. Это просто ее наполнение и честь. А через референдумы. Поэтому нет другого сценария, кроме как источник власти, который примет решение о том, чтобы поменять власть с американской, которую он назначил на референдуме 93-го года, на российскую во главе с Путиным. Нет другого сценария. А что такое источник власти? С точки зрения Конституции и права. Это половина населения, которое принимает решение, больше половины населения, избиратели на голосование, то есть совершеннолетник и так далее, должны принять это решение. Вот пока эта половина не наберется, пока она не сформируется, половина населения России, то есть от числа избирателей это около 60 миллионов человек, не сформируется в результате воспитательного процесса специальной военной операции, то есть гибели людей, мобилизации, напряжение сил, бомбардировки эти, значит, беспилотниками, повышение цен, падение рубля, снижение качества жизни. То есть вот этими, это называется все тяготы и лишения военной жизни. Вот пока эти тяготы и лишения военной жизни, а специальная военная операция не закончится, если кто-то думает, что она закончится. То есть она будет ровно столько, чтобы это вот произошло, чтобы мы набрали 60 миллионов человек. Вот столько она и будет. Набрали 60 миллионов сторонников Отечества, его свободы и независимости, все. Путин меняет власть, операция закончилась, победа, американцы капитулировали, мы восстановили Отечество. Все. Пока это не произойдет, будет урок. Я бы даже сказал, раньше вот были такие розги, и вот ребенка клали и били, пока он не начнет, не выучит уроки, понимаете? Вот это вот происходит сейчас. Американцы взяли эти розги и бьют нас, пока к нам не вернется здравый смысл и логика, понятие Отечества, патриотизма и так далее. Этот процесс произойдет, других вариантов нет. То есть сценарий, что мы как бы отползем в сторонку и капитулируем, это сценарий физической ликвидации всего населения в войне Казани с Москвой. Это американский сценарий.